Искать, откуда в Блохинский ручей текут нечистоты, довольно просто. Надо идти по искусственно вырытой траншеи. Коллектор с отходами обнаруживается в полукилометре, возле Берсиневки. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды или, честнее сказать, жижи, которые потом и впадают в ручей. Качество воды проверят на бактериологические, паразитологические, санитарно-химические показатели. Блохинский ручей, за который уже не первый год бьются саранские активисты, проверяющие навестили не просто так. Общественный инспектор Роспотребнадзора Андрей Филиппов с 2019 года заваливает надзорные органы жалобами о том, что водный источник заливают стоками. В Минлесхозе проверку провели, людей, ответственных за нечистоты, выявили и даже выдали предписание. Предписание до 30 июня выдано повторное и при проверке данного предписания после 30 июня будет опять рассматриваться, как устранилось, устраняется это нарушение или нет, устранено ли оно и будут приниматься дальнейшие меры, если в случае выяснится, что оно не устранено. Я считаю, что здесь усматривается коррупционная составляющая. Прокуратура не обратила на это внимания, так как юридическое лицо не было привлечено к ответственности, а там штрафы до 250 тысяч. И считаю, что Министерство лесного охотничьего хозяйства привлекло виновника, подменив статью, так как пункт 1 статьи 8.42 звучит, что использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны с нарушением хозяйственной и иной деятельности. То есть какая здесь хозяйственная деятельность, если в полукилометре находится сброс сточных вод, то есть и прямо сбрасывается в ручьеводный объект республики. Коронавирусный год позволил нарушителям тянуть время, так же, как и контролирующим органам. После того, как в прокуратуре сменилось руководство, активисты Росприроднадзора наконец-то услышали и инициировали проверку. В настоящее время проводится по данному факту проверка. Выводы делать пока преждевременно. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Судя по запаху и чистоте воды в ручье, органолептические показатели тут явно не будут соответствовать нормам. Пока решение проблемы перекидывали с одного ведомства на другое, муниципальные предприятия, сбрасывающие отходы в ручей, тоже менялись. Но экологическую проблему как будто не замечали. Данный коллектор принадлежит Мубжик и Хайлыховской. И данное предприятие не принимает никаких мер по устранению. Я считаю, здесь экологическая катастрофа. Как оказалось, ручей впадает в Лямберское водохранилище, в котором ни много ни мало 3 миллиона кубометров воды. И в отличие от ручья, могут быть использованы для питья. Только будет ли пригодна вода с нечистотами для использования, в этом, похоже, хотят разобраться только экологические активисты. Наталья Цюрина, Андрей Просверкин. Наши новости.